Слава Господу! Мы говорили с 19 стиха, начинается практическая часть этого послания, до этого это было как бы догматическое, теперь начинается практическая часть, и я коротко напомню некоторые моменты, о чем мы уже говорили, и мы пойдем дальше. Итак, братья, имея дерзновением ходить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем нового живого, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плотную, и имея великого священника над Домом Божьим, да, приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести и омывши тело водою чистой. Будем держаться исповедания и упывания неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрания, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривая эти приближения дня онного. Вот это предупреждение, или вот это начало, то с чего апостол Павел начинает свое практическое увещевание или пожелание, мы говорили, прежде всего он говорит о преимуществах евангельского состояния. Он говорит, начало, когда вы, помните, первый стих, закон, это всего лишь тень будущих благ, это даже не изображение, да, помните, мы говорили, тень, когда вы смотрите на тень, вам трудно сказать, вы видите какие-то очертания, но вам трудно даже сказать, что это, кто это, чья это тень. Изображение мы хотя бы можем видеть, цвет волос, можем какие-то другие детали видеть, но тень, тень, она не дает нам никакой информации, и вот здесь Павел продолжает теперь говорить о этих преимуществах. Вы помните, во-первых, первое преимущество, то, что мы имеем, верующие имеют дерзновение входить во святилище. Помните, мы говорили о скинье, о святилище, куда во святое святых даже не каждый израильотемин мог ходить, и даже не каждый священник мог ходить, но один раз в год только первосвященник, и тот не без крови, мог войти под страхом смерти. Помните, сколько много примеров, когда люди, даже понимая, что они делают все правильно, что они делают все по завету закона Моисеева, тем не менее со страхом и трепетом приближались к святому святых. Но здесь автор говорит, а мы, посредством Иисуса Христа, посредством Его крови, мы имеем в это дерзновение входить во святое святых, входить во святилище. И не раз в год, как это было у Израиля, а столько и тогда, когда нам это необходимо. И интересное слово «дерзновение», да, вот несколько переводов, поскольку мы имеем уверенность, или имея дерзновение санадами. Другой перевод говорит, мы имея смелость, мы имеем полную свободу, да, мы имеем полную свободу входить во святилище. Мы имеем полную уверенность. Вот это то слово, которое, ну, в синадаре перевел как дерзновение. На самом деле, он говорит, мы имеем вот эту способность, мы имеем эту возможность. Следующее преимущество, он говорит, преимущество евангельской церкви христиан в том, что они имеют священника Иисуса Христа, самого Иисуса Христа священником над Домом Божьим. Дальше, он, автор говорит о пути или те средства, какими мы могли осуществлять эти привилегии. Во-первых, путь Христа – это единственный путь. Второе, мы уже говорили, то, что это новый путь, это живой путь, и это путь, который Христос открыл нам через завесу. И вот здесь тоже интересное слово «открыл». Собственно, Дания переводит как «открыл». Текст, который высвящен у меня здесь, он говорит, что концентрелит, то есть «освятил». Христос не просто открыл, ну что такое открыл? Я взял книжку, я ее открыл, да? Вот слово, которое здесь говорится, что Христос нас как бы осветил этот путь, осветил для нас эту возможность. Еще один перевод говорит, что Христос «dedicated to us», то есть Христос как бы посвятил для нас этот путь. Но мне больше всего понравился вот этот «way which he is inaugurated for us». «Inauguration». Завтра в Америке у нас будет «Inauguration» президента, да? Что такое «Inauguration» президента? Как благословение на Новый Трудь. Благословение, а еще утверждение, еще власть, имеющие двух. Фактически президент Трамп был избран когда? Восьмого ноября. Но завтра, двадцатого января, он вступит в полноправную должность. Он с завтрашнего дня будет полноправным и единственно действующим президентом Америки. Теперь смотрите, что говорит, что Иисус Христос «Inauguration», то есть Иисус Христос открыл для нас, он как бы сделал вот это вот в полноправном должности единственный верный путь. Нет никакого другого пути, потому что только этот путь Иисус Христос открыл для нас. Дальше, помните, мы говорили, пост он говорит о обязанности, которая налаживает или накладывает на герующих привилегии. Мы говорили о том, что да, привилегии все любят. Но нужно помнить, что с привилегиями всегда есть и обязанности, или ответственности. И, во-первых, должны приступать к Богу и делать это надлежащим образом. Мы говорили, да, путь открыт, путь открыт, но если мы не идем, если мы не воспользуемся этим путем, значит, мы просто-напросто высказываем пренебрежение, пренебрежение к Богу, когда есть путь, но мы этим не пользуемся. И делать это мы должны, во-первых, с искренним сердцем, не должно быть какого-то лукавства, не должно быть какой-то фальши, искренность. Второе, он говорит, что мы должны делать с полной верой, не с половинничной, но когда вспоминали, помните, я не хочу полуправды, я не хочу полуверы, полностью. Также, чтобы это было граблением, очистив сердца от порочной совести. И четвертое, о чем мы говорили, что тело омыл водой чистой. То есть, он говорит о том, как мы должны приступать и что это значит. Последнее апостол, не последнее, я прошу, апостол также предлагает верующим твердо держаться исповедание своего, он говорит, что это наш долг, твердо держаться исповедание. Он говорит, что мы должны это делать неуклонно, без колебаний, без сомнений, держаться за упование. Также, он говорит о том, что причина или аргумент нашего вот этого усердного, потому что верен обещавший. Бог, вы как и сегодня вспоминали уже, это будьте святы, потому что я свят, так и здесь, Павел призывает к верности, к устойчивости, потому что Бог остается верным. Итак, указав вот эти вот средства, могущие сохранить нас от отступничества и задействовать нашей верности, тоже четыре вещи, о которых мы говорили. Во-первых, мы должны быть внимательны друг к другу с поощрением. Вот здесь очень важно, в сегодняшнем виде, и не только сегодня, очень часто люди очень внимательны друг к другу, правда же? Очень любят наблюдать за друг к другу, но, чтобы придраться, наблюдать, чтобы придраться, но здесь будьте внимательны с поощрением. Будьте внимательны, поощряя к любви и добрым делам. Дальше мы говорим, что очень важно, и хотя люди спорят и говорят, ну, это только один раз, и действительно, об этом говорится только единственный раз. Вот здесь, в этом месте у послания евреев, Павел говорит, что не оставляйте собраний своих. И если даже учесть, что в то время они собирались в синагогах, он обращается к ним и говорит, что не оставляйте своих вот христианских священных собраний. Не оставляйте. И заметьте, это уже в первом веке у некоторых появляются обычаи. Обычаи не посещать на сослужение. Третье, что он говорит, что мы должны увещевать друг друга, оставлять и себя, и других. И последнее, что мы должны помнить причину. То есть, мы должны понимать, что пришествие Иисуса Христа приближается. И с приближением возвращения Иисуса Христа. Он говорит, что нас будут ждать некоторые испытания, будут ждать некоторые переживания. И то, что мы видим сегодня, чем ближе приход Иисуса Христа, тем не зря же Христос сказал, Сын человеческий придя найдет ли, что? Первое земля. Вы это сегодня переживаете, сегодня это испытываете. Итак, дальше продолжая, апостол усиливает свои призывы к постоянству и бодрству. То есть, мы говорили, это были четыре элемента. Дальше он продолжает, с 26 стиха, он говорит, что это особое предупреждение колеблющихся, чтобы они, в общем-то, были внимательны. Первое, он делает или он описывает характеристику греха отступления. Он говорит, что если мы произвольно грешим, ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Итак, он говорит, что грех, который совершается произвольно. Ну, вот здесь сразу вопрос, что такое произвол? Сознательно. Сознательно. Думаю, что грех, тем не менее. Ага, но вообще само слово произвол. Никаких раз вопросов. Что ты говорила? Отсутствие законов. Отсутствие каких-то либо норм. То есть, вот здесь вообще, здесь скорее, наверное, нужно сказать, не столько отсутствие, сколько нежелание их признавать вообще. И ссылка, которую вот здесь он дает на второзаконие, по-моему, седьмая была, сейчас не помню точно, но там идет момент, описывается, что кто, в общем-то, отказывается повиноваться закону Моисеева, говорит, что пойдем, идет свой, пойдем служить другим богам. Такого человека нужно было выводить и без милосердия побивать камня. Но вот здесь теперь еще вопрос. А какой грех или о каком грехе говорится здесь вот как о произвольном грехе? О любом ли грехе или есть что-то здесь более вот как бы специфическое? Любой грехе, Бог не разделяет грехов. Но позволить, но и не позволить. Ну хорошо, значит, ну увидел что-то, вот подумал, плохо, да помните, кто сгорел, кто мыслит плохо, это согрешает. Значит, все, жертва за грех не остается, наказание. Поссорился там с кем-то, ну может быть, ну ладно, для молодежи, скрытый ведь нарушил. А в всяком грехе? Надо понять тогда, как грех взятого. Есть грех к смерти. Так вот объясните тогда, какой грех к смерти? Ага, хорошо. Кто называется братом и грешит. Кто называется братом и грешит, да? Но, братья сейчас, а скажите честно, Но вот здесь, братья и сестры, кто сегодня не согрешил? Бог сказал мне справиться на земле, который бы делал добро и не грешил. Да. Римлянам мы читаем все согрешили и лишены славы Божией. Да? И независимо, понимаете, даже тогда, когда мы признали Христа, когда мы признали Христа своим Господом. Это ведь не освобождает нас от, ну как сказать, неспособности, а возможности или невозможности, но мы продолжаем лишить. Находясь в нашем теле, мы продолжаем согрешать, да? Или нет? Осматривая контекст, да, вот здесь, будучи внимательны, вот то, что подразумевается конкретно в этом тексте, это грех окончательного отступления, когда люди с полным сознанием и решимостью презирают и отвергают Христа. Когда относятся ко Христу, как к чему-то ненужному. Нужно понимать даже, что здесь не говорится, говоря о произвольном грехе, здесь не говорится вообще, потому что, ну, понимаете, и, к сожалению, было очень много примеров в истории христианства, когда, ну, вот, прочитав, вырвав текст, вырвав место из контекста, люди попадались. Потому что кто-то, ну, я помню, один брат свидетельствовал, он говорит, ну, я живу уже столько лет, знаю Господа, я служу за Господом, и, ну, там, там где-то расстроился, там где-то с гневом на детей сказал что-то, еще что-то. Так что теперь, это произвольно грешу? Что теперь не остается жертвой за грех? Как быть? Когда мы внимательно смотрим вот здесь контекст, то, к чему подлогит автор. Он говорит, что здесь имеется в виду, говорится о том, когда люди конкретно, сознательно, сознательно презирают и отвергают Христа. Со всей Мою решимостью, со всей Мою смелостью говорят, да кто такой этот ваш Христос? Да кому он нужен? Да кому нужна ваша Евангелие? Я и сам, или еще что-то. Понимаете, да, о чем идет речь? То есть, не говорится вообще о всех грехах иначе, братья и сестры, по всем нам. Извините за выражение, плачет озеро полное. Никто из нас не может оправдаться. Никто из нас не может самостоятельно достичь вот этого высоты познания Бога. Почему им нужен был Иисус Христос, чтобы спасти и скупить нас. Помните, как мы читали, Он одним приношением навсегда. Одним приношением заплатил за все грехи. И за те грехи, которые мы сделали в нашей жизни до того, как мы встретились со Христом. И за те грехи, которые мы, к сожалению, продолжаем делать. Потому что Священное Писание говорит, нет человека, нет ни одного человека, который бы жил и не грешил. Но в данном месте будьте внимательны, будьте осторожны. И особенно, когда мы пытаемся увещевать, здесь говорится конкретно о грехе отречения. Когда человек сознательно отвергает Христа, когда человек сознательно ругается Ему. И мы дальше будем здесь немножко говорить. Опять-таки, видите, это описание ужасной погибели, которая ожидает отступника. Во-первых, для них не остается больше жертвы. Никакой другой Христос не придет, чтобы спасти таких грешников. Если они согрешили против этого последнего средства спасения. Если мы с самого начала говорили, что весть или Евангелие, которое принес Иисус Христос, это последняя весть, не будет никакого другой возможности спастись вне Христа. Только через путь, который открыл Иисус Христос, и есть спасение. И если человек сознательно отказывается, сознательно отвергает Христа, никакой другой Спаситель, никакой другой Христос не придет и не спасет такого человека. И естественно, что для такого человека остается только некое страшное ожидание суда. Естественно, что некоторые говорили, что, наверное, здесь говорится о гибели иудейского государства. Может быть, я думаю, что это также относится к тем, что ждет в конце. Мы знаем, что в конце Господь произведет суд. И те, которые добровольно, сознательно отвергли тот путь, который принес Иисус Христос. И ждет, и ждет муки вечного огня. Пятаки. Дальше, смотрите, апостол говорит о вот этих мерах божественного правосудия, которые применялись к соответствующемуся законам Моисея. То есть, тем, кто надменно или дерзко грешил, пренебрегая авторитетом Моисея и его властью, его предупреждением. Я уже упоминал, что это второзаконие, опять это категор, ладно, вторая, седьмая глава, но там говорится, что тот, кто приступал, кто не захотел подчиняться закону Моисеева, того без милосердия побивали, без всякого снисхождения побивали камнями, побивали в смерти. Здесь интересно, смотрите, что вот те люди, которые отвергают Христа, они побирают Сына Божия. А как это побирать? Что значит побирать? Ставить не во что? Еще. Пренебрегает. Но, скажем, если бы нам нужно было изобразить это визуально, как-то нарисовать, вот как побирать? Пренебрегать, это, ну, как бы еще, мягко сказано. Пренебрегать, да. Многие люди просто говорят, а, это мне неинтересно, я, как бы, я стороняю этого. И они занимают пассивную еще позицию. Другие же люди просто, они, отвергая Христа, еще и активно его поносят. Да, и дальше продолжаем. Они не только поносят, но они и восстают, пытаясь, ну, то, что мы видим сегодня с движением, как оно, LJP, LJP, его не выигрыш, ну, всех вот этих вот неформалов, ненормальных, извините за выражение, да. Они не только добиваются, чтобы признавали их равнополых браков, они не только этого добиваются, но они добиваются отмены вообще всех нормальных библейского существования браков. Это то, с чем мы сталкиваемся сегодня. Помните, я вам рассказывал инцидент, который произошел у нас в школе. Инцидент, потому что это действительно был инцидентом, когда рассказывалась история о Руфе и Фомаре. Вдруг одна девочка говорит, а да, а нам в школе сказали, что это хорошо, когда две тети живут вместе. Мы об этом даже еще не думаем, а им уже в школах насаждают, что это нормально, понимаете, да. Мы думаем, но мы же выросли с этим пониманием, мы выросли с этим сознанием, это все хорошо. Но вот те нечестивые, вот тех, которых это, они наступают. И вот смотрите, я говорю, если бы я попросил изобразить, да, попирать, попирать ногами, да, это топтаться, да, это втаптывать, втаптывать грязь, раздавить. Не просто, как сказал Славик, ну, если пренебречь, это пренебречье, а меня это не касается, мне это не интересно. Но здесь они попирают Сына Божия. Он не просто безразличен для них, они его пытаются топтать в грязь. Хорошо, следующее, интересное, он говорит, что они не почитают за святую кровь Завета. А это как? Ну, теперь далеко ходить не будем, к примеру, из нашей, из нашей жизни. Я об этом еще буду говорить позже. Ну, так получилось, я уже не знаю сколько лет, когда мы совершаем вечер, да, я обычно обслуживаю хористов. В прошлый раз хористы были на месте, и я вышел туда. Знаете, мне было неприятно, мне было как-то не по себе, когда во время вечера некоторая там кучка стоит возле туалета, и служители выходят туда с чашей, с хлебом. Причем мы не только стоим там и разговариваем в этом, ну, это же время, когда кто-то на салфоне там что-то печатает. Другие, а это не попирание? Это не пренебрежение к крови Христовой? Мы можем думать о ком-то других, мы говорим о чем-то, или кто-то вот другие. А мы с вами. Я там повесил несколько фотографий, да, но они вроде бы как интересные, как смешные, да, идет проповедь, и в это время целая группа братьев сидят и читают, и листают свои салфоны. Как вы думаете, они в любви там читают? Или мне нравится девушка, которая, да, пусть в православном храме, она крестится, но и в это время сама себя снимает, селфи делает. Но это другие, а как мы с вами? Всегда ли мы, знаете, я, вечером так получилось, что я вышел, мне жалко людей, которые сидят на балконе в воскресенье вечером. Честно вам говорю, мне очень жалко, там же ничего не слышно. Ну, еще когда тот, кто ведет, говорит в микрофон, ну, еще что-то можно услышать. Но, когда просто кто-то сзал, что-то говорит, там абсолютно ничего не слышно. И здесь получается, ведущий обзор, он говорит, здесь вот несколько человек, которые спереди сидят, там своя кухня идет, там своя, да, и... А как это? Мы признаем за святой микрофон, поступая так. Третье, что очень интересно тоже, как вы это понимаете, духа благодати оскорбляет. Как это оскорблять? Вас оскорбляли когда-нибудь? Ну, вот вспомните, как это было. Что произошло? Что, что? Ну, вот так как оскорбляют? Ну, приведите, несколько примеров, я смотрю. Ну, оскорбляют когда... Чего-то вам что-то не слышали? Словесно. Говорят что-то, то, чего нет в действительности, да? Говорят о тебе, тебе это неприятно. Еще. Игнорируют. Еще. Теперь, смотрите, переброшу вырек сразу. Мы на этой неделе читали, но мы должны помнить, да? Когда Иисус Христос исцелил бесноватого, и стоят фарисеи, и что говорят? Он силой верить Зеула это сделал. Он с дьявольской силой это сделал. Понимаете? Оскорблять. И интересно, что после этого же момента, потом во второй, в следующей главе, Он и скажет, что когда люди подбирают Духа Святого, оскорбляют Его, то это очень опасное состояние. Вот те, которые сознательно, они знали, какую силу Его творит. Почему Он и спрашивает? Даже если я, как вы говорите, а ваши дети, ваши дети, ваши сыновья, чем совершают исцеление, чем совершают изгнание. Эти люди хорошо знали истину, хорошо знали правду, но им эта правда выгодна не была. Они оскорбляли. Духа благодати оскорбляет. Это личность, да, вот, Дух Божий, Дух, который дан людям для благодати, который несет с собой эту благодать везде. И вдруг не просто поделятся, не просто огорчают, но и оскорбляют. Опять-таки, смотрите, апостол предоставил этот вопрос в совести каждого. Понимаете, он как бы говорит каждому, но он говорит, что мы должны понимать, что если вот там за те преступления Моисея во законах, когда их отвлекали, было наказание. А теперь подумайте, что будет с теми, кто попирает сына Можего, те, кто не дорожат, кровь, как святые, те, которые Духа благодати оскорбляют, что будет с ними. Он не отвечает на этот вопрос. Он заставляет каждого самостоятельно подумать. Подумать о двух вещах. А не являюсь ли я, может быть, я подбираюсь на Божие. А может быть, кровь Христа для меня перестала быть святыней. Ну, святыня тоже такое выражение, да? Что такое святыня? Которым надо благоговеть. Которым нужно благоговеть. Еще. Ну, святыня, скажем, вот в внешнем мире возьмем, скажем, не в евангельском мире, а во внешнем мире, ну вот святыня. Что-то особое. Что-то особое. К нему особое внимание, особый уход, да? С некоторым святыням постоянно идут паломники, да, чтобы поклониться. То есть святыня это то, что чтится людьми. И, ну, представьте, вы придете на какое-то место, на место чьей-либо святыни и будете вести себя. Что будет? Ну, потом в лучшем случае выгонят, да? Ну, смотря какая святыня, смотря какая, если это, скажем, будет мусульманская, мусульманская святыня, да, то не гарантировано, что вы вообще останетесь живы за неправильное отношение к их святыням. Понимаете, да? Но почему-то к святыне крови Иисуса, крови Завета. Опять-таки, он говорит христианам. Он не говорит вообще ко всем, да? Он говорит христианам. Хорошо. Ну и следующее, четвертое, он описывает, он говорит, усиливает вот все эти, что он говорит о карающем правосудии Божьем, данного на Писании. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам. Крающая справедливость это славный, хотя и ужасный требует Бога. Она принадлежит Ему, и Он употребит ее против грешников, пренебрегающих Его благодатью. Он воздаст отступникам за себя, за Сына Своего, за Духа Святого и за завет благодати. То есть, Бог конкретно говорит, у меня отмщение. Вы думаете, если вы сейчас, как-то ускользнули, и здесь и сейчас чего-то не произошло, то это будет так, это не будет суда. Спасибо, Венча. Благодаря Господь. Он говорит, у меня отмщение, я воздам. У меня. Хорошо, следующий момент, он побуждает евреев к вверности. Павел напоминает им о прежних страданиях за Христа. Вспомните прежние дни ваши, когда вы были просвещены, выдержали великий подвиг страдания. Итак, смотрите, он обращается здесь на несколько моментов. Во-первых, когда они страдали, в прежние дни, после того, как они были просвещены, то есть, когда Бог вдувал в них дыхание, жизнь, они страдали. Опять-таки, дальше, смотрите, он упоминает, что они претерпели, они выдержали великий подвиг страдания. То есть, они даже столкнулись со многими различными бедствиями. Вот здесь дальше интересный момент. Смотрите, он подразделяет и говорит, что они сами страдали, то есть, лично были участниками, но они также и страдали, принимая участие в страданиях своих братьев. Вот здесь интересный вопрос. Когда сами страдаем, это как-то понятно. А вот как мы можем принимать участие в страданиях своих братьев? Молиться, поддерживать. Кто-то рассказывал, постараюсь детально вспомнить, может быть, если получится. Одна сестра решила помочь своей тоже больной сестре, подруге. Она молилась, Господи, ну, дай мне хотя бы чуть-чуть перенести, хотя бы как-то вот ее поддержать, дай мне половину ее боли. Но потом там что-то прихватило в своем состоянии. Не-не-не, Господи, забери, пусть она сама страдает. Понимаете? Ну вот, я понимаю, что это шутка, я понимаю, что, ну, где-то, хотя и говорят, что в каждой шутке есть доля правды, да? Но вот реально, вот как принимать участие в страданиях своих братьев? Сочувствовать. сегодня уже упоминали Иоанн, помните, он говорит, кто видит брата, сестра, нужду, передадите с миром, грейтесь, не питайтесь, но не даст потребного, это пустое. и я в каждой правде свои, если христианская, мужчина, церковь, и те, выполнения, лишения, а я буду верующий в душе обновление, и я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, это точно, как вот там твои фотографии, Франц Диссон, как-то рассказывал пример, говорит, один брат очень часто пропускал собрания, так и нет его на собрании, ну и служители с ним начали беседовать и говорят, брат, мол, что такое, почему ты так часто пропускаешь служение, а будут братья, братья, я духом всегда с вами, и так было несколько раз, пока один уже служитель не вытерпил, он говорит, ну ты духу своему передай, пусть он почаще с тела с собой прихватывает, понимаете, то есть мы иногда вот как-то так участвуем, как-то переживаем где-то в душе верующие, здесь вот это действительно очень интересный момент и он очень важный, да, потому что увидев, что страдают другие, я могу спрятаться и сказать, ну не-не-не, я не с ним, да, вот действительно и, ну, читали, да, времена гонений в Советском Союзе, времена гонений там вот на отделенную церковь, разные, разные, не будем говорить сегодня о политической части этого вопроса, да, но сколько было моментов, когда брат отсидел, приходит, возвращается в родную церковь, ждет встречи, от него отворачивается, потому что кто-то квета сказал, что он предатель, вот за это он сказал, сколько других вот таких вот примеров есть, да, и действительно, насколько важно, когда мы видим, что кто-то страдает, кто-то переносит душение не отразиваться, но еще это та форма вот речи, вот выражения, которые здесь говорится, он это сочувствующий, он заставляет страдания каждого христианина считать своими собственными, он вызывает в нас жалость другим, побуждает посещать их, помогать им, ханатайствовать за них, так вот вопрос ханатайства, опять-таки, да, есть вопрос ханатайственной молитвы, ну, мы иногда стараемся, пытаемся это сделать, хотя это не совсем легко получается, да, но иногда нужно и поханатайствовать за человека, просто-напросто материально, физически люди поханатайствуют человека, который переживает какие-то страдания, дальше апостол говорит именно и напоминает им о том, как они переносили эти страдания, с каким терпением, как, какой, они не только с терпением, но и с радостью принимали, потому что вот здесь он говорит и расхищение, имение вашего, принимали с радостью, с радостью, и вот когда кто-то посягает на наших, радостно, следующее, он говорит, он как бы спрашивает, что помогло им выдержать эти страдания, они знали, что они имеют, они знали, за что они страдают, и они понимали, знали, что на небе у них есть имущества лучшее и непроходящее, когда расхищали их земное, я постараюсь найти этот стих, представьте, то сами среди поношения скорбей зрелищем для других, то принимаю участие других, находящихся в таком же состоянии, ибо вы и моим вкусом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущества лучшее и неприходящее, они принимали с радостью расхищение земного, потому что знали, потому что знали, что блаженство святых на небесах есть имущество нечто, имеющее реальную весомую ценность. Это не просто что-то такое, да, вот, виртуальное, как говорится в современном языке, да, а оно реальное, оно имеет реальную ценность, оно имеет реальную значимость. Дальше апостол подчеркивает, говорит, что они знали, что это имущество лучше всего того, что они могли иметь, лишь то, что они бы потеряли здесь на земле. Вот то имущество, вот то, что дает Господь, оно гораздо лучше. Опять-таки, это имущество неприходящее. Помните, Христос сказал, сказал, забирайте сокровища на небе, где ни воль, ни ржа, ни подтачивай, ни стреляй, да, то есть, где воры не подкапывают в никуда. Они знали, они понимали, что вот то имущество, вот то, что они имеют на небесах, оно неприходящее. Это будет им великим вознаграждением за все их лишения, страдания, за все, что они потерпели на земле, они на небе будут иметь лучше, лучшую жизнь, лучше имущество, лучшую свободу. И последнее, чтобы подчеркнуть, что христиане должны знать это, они должны иметь уверенность в этом внутри себя. Только тогда, вот как он мне нравится, здесь причетный стих, и расхищение и мнение вашего приняли с радостью зная, да, не просто думая, не просто предполагая или еще что-то, но вы зная, вы конкретно знали, вы конкретно понимали, то, что вы имеете на небесах, оно превосходнее, оно лучше, оно прекраснее того, что вы лишаетесь вот здесь на земле. Ну и последнее, Павел убеждает их быть стойкими, напоминая о великом воздаянии. Он признавает их, первое же всего, не оставлять своего упования, держаться мужественно, с дерзновением, твердо держаться своего исповедания, за которое они уже так много пострадали и, ну, в общем-то, и еще предстоит испытания. дальше он подчеркивает и говорит, что он ободряет их, то, что их воздаяние будет большим, будет великим. Следующее, он говорит, что показывает им необходимость, показывает им, как необходимо благодать, терпение, да, он нужна благодать, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное, то есть обещанную награду. Прежде чем получить обещанное, они должны исполнить волю Божию, они должны иметь терпение для того, чтобы ожидать, когда обещанное исполнится. И с терпением, с ожиданием они проходят свое земное поприще, пока Бог не отзовет их. Опять-таки еще очень опять-таки второй раз в этом отрезке Павел как бы божая их терпению, помогая их терпению, Павел уверяет им в скором пришествии Христа. Помните, он говорит, что для того, чтобы не отпасть, нам чаще нужно думать о пришествии Иисуса Христа. Здесь он говорит опять-таки в терпении, чтобы это терпение и так не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое возраяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию получить обещанное, ибо еще немного, очень немного и грядущий придет и не умедлен. То есть опять и опять он тем, что напоминает о втором пришествии Иисуса Христа, он укрепляет их, он поищает их крепче держаться, быть более стойкими, быть теми непоколебимыми в том, что они избрали и в том, как они следуют за Христом. Первое следение он призывает их стойкость, потому что только стойкость является отличительным признаком и приведет к блаженству. Праведные веры, как здесь говорится, живуют, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа мы же не искорегающихся на погибель. И так он говорит, что стойкость это замечательное качество праведных людей. Быть стойким, быть уверенным, вот зная, то знаете, апостол Павел напишет Тимофею, ибо я знаю, в кого он веровал. Вот это знание, вот это знание Иисуса Христа дает мне стойкость. Он говорит, Тимофею, своему ученику или своему духовному сыну, переноси скорби, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Знай, имей вот эту стойкость. Дальше он также говорит, что отступление это фактически признак и примета тех, кому Бог не благоволит. Если нас кидает в одну сторону, в другую, в третью, в общем-то, не думайте, что это угодно Богу. Бог не благоволит, так он и говорит, праведный верующим будет, а если кто поколеблется, тому не благоволит душа моя. В заключении апостол выражает добрую надежду в отношении самого себя и слушателей. Он говорит, мы же не искореблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Так, этими словами мне бы хотелось закончить и призвать, чтобы мы были не искореблющими, чтобы эти слова мы могли отнести к себе самому. Мы не искореблющимся. Будем держаться твердо исповедания, будем держаться твердо убывания нашего Господа. Не будем теми, которые колеблются и добудосовит нас Господь. При нами дальше интересная глава 11-я. Это гимн, это ода веры, да, где апостол опять-таки не просто теоретически скажет, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого, но на многих многих примерах говорить и показывать, как эта вера действовала в жизни тех или иных людей и интересно мне нравится там заключительная стихия, где он скажет, что все сии умерли в вере, не достигнув обещанного. Почему? Потому что Бог о нас заботится. Бог что-то для нас подворит. Бог хочет для нас что-то тоже приготовил что-то и для нас. Так благословит нас Господь. Будем внимательны, будем продолжать чтение, а сейчас с вами пожалуйста помолимся. с вами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.